Приветствую вас, уважаемые слушатели, с вами Леонидов Владимир, и сегодня мы нарисуем морского моллюска, наутилуса. Давайте начнем. Для начала нам необходимо нарисовать вот такую вот фигуру. Это заготовка, и сделать это мы должны с помощью сетчатой заливки. Если посмотрим на узлы, вот 4 основных, раз, два, три, четыре, и вот здесь вот один вспомогательный. Если мы будем рисовать сетку, то узлы будут проходить вот таким вот образом, то есть закругляясь. И потом мы уже здесь сможем создавать определенный узор и создавать таким образом эффект объема. Чтобы эти узлы были расположены именно так, нам необходимо нарисовать четырехугольник, ну, например, четырехугольник, и уже непосредственно редактировать его. То есть удаляем все лишние узлы и отстроим фигуру, которая нам нужна. То есть перемещаем, закругляем там, где надо. Я думаю, с узлами никаких вопросов не возникнет, как их перемещать, и мы должны добиться вот такой вот формы. Так, ну, вот так примерно, да? Ориентировочно я показываю, чтобы, ну, примерно увидели, что надо делать, куда и как перемещать. Ну, разумеется, пользоваться мы будем вот этой вот заготовкой. А теперь приступим непосредственно к рисованию сетки. Так, создаем здесь линию. Корректируем. Затем вот здесь. Так, и вот здесь, я думаю. Зададим пересечение здесь, а вот эти вот вспомогательные узелки, их можно удалить. Немножко это повлияет на форму, но не слишком. Далее нам необходимо выровнять эти вот неровности. Так, готово. Так, ещё одну линию вот здесь вот сделаем. Создаем пересечение здесь. Так, здесь всё нормально. Вот здесь, здесь уже подправить стоит. Так, ещё одно пересечение. Далее, вот здесь. И вот здесь. Так, в принципе, может даже их не поправлять, посмотреть, как он ляжет. Градиент я имею в виду. Для начала всем узлам мы присваиваем белый цвет. Так, в принципе, он у нас и так присваиваем. Для всех, скажем так, вот крайних узлов, которые у нас по бокам. Давайте присвоим. Тёмный оттенок. Для следующего ряда присвоим... Так, прошу прощения, посветлее оттенок. Так... Такой вот. В принципе, здесь можно посветлее сделать. Вот так, да? Следующий ряд. Пусть будет ещё посветлее. Так. Вот здесь вот добавим ещё одно пересвечение. Следующий ряд. Потемнее. Так, у нас осталось два ряда. Так, ещё потемнее. И вот этот завершающий ряд. И ещё более тёмный. Так, видим, что здесь вот нет плавного такого перехода. Вот здесь он только начинается. Поэтому нам нужно подправить, во-первых, манипуляторы кривизны. Потому что они также отвечают за градиент. За то, как он будет расположен. Как он будет ложиться. Так, да? Во-вторых, создадим ещё одно пересечение вот здесь вот. Так, а вот для этих узлов добавим цвет. Точнее, изменим оттенок на более светлый. Также изменим оттенок для вот этих вот двух оставшихся рядов. Вот раз и два, да? Плюс ещё я в паузе отредактировал вот это вот пересечение. Немножко его поднял. Так, ещё дополнительно здесь корректировки определённые провёл. Ну, словом, посмотрите, вот здесь вот оттенки должны к центру, а не переходить более-менее плавно. Если что, стоит подправить сетку. Таким образом, чтобы вот была плавность определённая. Далее нам следует придать определённый узор раковине, который присущ этому вот моллюску от природы. Давайте сделаем заготовочку вот такую. Так, в принципе, можно её тут обработать мастихином, чтобы она была не совсем уж такая прямая, а определённая неровность здесь тоже должна быть, потому что, ну, потому что, в принципе, в природе идеально ровные какие-то предметы встречаются редко. Далее, что мы должны сделать? Давайте нарисуем спираль. Хотя, в принципе, можно кривую нарисовать. Так, раз, два, три. Подправим её здесь. Кривая — это будет у нас путь. Путь для будущей. Для будущего перетекания. Так. Так, сделаем. Сделаем копию. Так, давайте, может, красным её пока. Пока сделаем красным, давайте. Так, делаем копию. Так, разворачиваем её. Ага, так же. Ещё немного. Уменьшаем. И создаём перетекание между ними. Так, прошу прощения, это я линию захватил. Выбираем новый путь. В настройках перетекания вдоль пути и повернуть все объекты выбираем. Угу. Так, здесь поработаем над началом. Ну и, соответственно, над конечным объектом. Число шагов сделаем поменьше. Ну и само перетекание увеличим. Так, можно ещё поменьше сделать. Разъединяем. Отменяем группировку полностью. Линию вспомогательную удаляем. Так. Выбираем все, давайте, объекты, кроме ракушки. И давайте их сгруппируем пока что. Теперь нам нужно как-то обрезать вот эти все края. Если мы выделим два объекта ракушку и вот эти вот полосочки, то у нас не получится, не работает у нас объединение, логическая операция. Но если мы ракушку скопируем, а потом удалим сетку, то у нас эта операция станет активной. Так, я ещё подкорректирую вот здесь вот расположение полосок. Конечно, перетекание помогло нам достаточно серьёзно, но всё равно необходимо вручную кое-какие полосочки обработать. Так, сделал. Теперь выделяем их все. Так, в принципе, хорошо бы воспользоваться диспетчером объектов. Ну, у нас её здесь сравнительно немного, поэтому я так вручную. Выделяем ракушку. Так, удерживаем клавишу shift, не забываем. Теперь главное выбрать правильную логическую операцию. И операция здесь в данном случае правильная, ну, точнее, функция пересечения. В итоге у нас появляется вот такой вот узор. Старые объекты, они тоже никуда не делись. Давайте их пока что удалим. Вот у нас копия ракушки, а вот узор. Ну, как вариант, можно было поместить в контейнер, конечно же. Ну, давайте на таком варианте остановимся. То есть, что у нас здесь получилось? Группа объектов. И вот они так оказались обрезанными. Далее я добавил ещё несколько линий. Сделал я это с помощью художественного оформления. Режим заготовка. Так, вот здесь параметры вы можете видеть. Толщина мазка. И так, мазок вот этот. То есть, выбираем. Проводим линию. Так, да. Затем эту линию надо разъединить. Там как бы два объекта. Саму вот эту вот линию удалить, а вот этот мазочек оставить. И поступаем с этими мазками точно так же, как и вот с этой вот частью. То есть, делаем копию, да. И вот эти вот все ненужные моменты подрезаем. Так, здесь вот я вот вижу. Торчит кусочек. Так, удалить вот эти вот узлы. То есть, смотрите, интересно. Вот этот вот объект, он как бы один, да. Но его можно с одной стороны разъединить. И вот по отдельности они становятся с другой стороны. Можно просто выделить так вот узлы и удалить. И вот он тоже самое. Эффект остаётся точно такой же. Ну, по большому счёту не точно такой же, но эффект... Вернее, результат один. Итак, вот у нас получается ещё один ряд линий. То есть, они тоже пока будут красными. И так, давайте их пока что все сгруппируем. Теперь нам надо раскрасить вот эти вот линии. То есть, они у нас однородные. Это не очень красиво. В нашем случае, так как мы ракушку старались сделать объёмной. Вот смотрите. У нас здесь все объекты сгруппированы. Если мы будем использовать, например, фонтанную заливку радиального типа, то у нас здесь для каждого объекта вот эта вот заливка присвоится. Она будет присвоена. Ну, кстати, тоже вариант в определённых случаях. Но в нашем давайте сделаем так. Отменим группировку полностью для начала. Затем объединим. То есть, теперь это у нас один объект. Не группа, а один объект. Фонтанная заливка. Так, радиальная. Цвета чёрный, красный и чёрный. Вот, да. И теперь она у нас легла как для одного объекта. Здесь нам следует понабрать определённую пропорцию. В расположении маркеров с одной стороны по краям должно быть определённое, ну, скажем так, затемнение. Затемнение, а посерединке осветление. И потом это затемнение должно начинаться снова. Но у ракушки форма неправильная. То есть, если градиентная заливка радиального типа, это у нас круг, то ракушка-то у нас далеко здесь не круг. Ну, хорошо. Вот давайте остановимся вот на таком варианте. Хотя, давайте, как бы, взгляд в будущее. Вот здесь вот у нас будет такой своеобразный... Ну, то есть, что значит своеобразный? Будет щупальца ещё, глаз, например, да? И вот эта вот нам часть, так, сейчас покажу. Вот эта, например, она будет, как бы, закрываться. Здесь щупальца пойдут, глаз и всё остальное. Поэтому, внимание будем обращать на другую сторону. Так, ну, хорошо. Давайте остановимся на таком варианте. Так, теперь мы нарисуем вот такую вот шляпку и глаз. Ну, тут всё, собственно, элементарно. Глаз это у нас эллипс. Шляпка это... Ломанная линия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть узлов. Так, да, ну, это для наглядности я помечаю. Делаем, значит, гибкими узлы. И выгибаем, точнее, изгибаем их, ну, так, как нам хочется, так, как нам нужно. То есть, делаем вот такую вот, значит, форму. Так, здесь ещё. Угу. Ну, и так далее. Далее, давайте сделаем копию шляпки. Немного её здесь уменьшим. Немного подправим узлы. Воспользуемся интеллектуальной заливкой. Зальём вот эту вот область. А копию саму удалим. Так, здесь можно подправить. Посмотрим, что с узлами. Так, вроде лишних нет. Ну, здесь вот только парочка была. Так, я немного здесь подкорректировал её. Теперь нам необходимо нарисовать, ну, много-много мелких и не очень эллипсов. Мелких, покрупнее. Чтобы они вот здесь вот были, так как у моллюска. Ну, здесь вот такой вот раскрас на шляпке. Так вот, заполняем эллипсами. Вот этот вот краешек. Я думаю, ничего сложного здесь, в принципе, нету. Просто мы рисуем. Так, аккуратненько, никуда не торопясь. На самом деле, это всё быстро. Торопиться смысла нет. Далее, когда мы эту процедуру выполнили, давайте выделим всё. Осторожно, чтобы не захватить верхний объект. И нажмём на кнопку задние минус передние. Так, у нас здесь появились определённые неточности. Ничего страшного, их можно удалить. И немножко, так, подправить. Вот эту вот вереницу узлов сюда и вытащить поближе. Также и здесь. Так, ну и здесь, в принципе, внизу всё нормально. Ну, много лишних узлов, но оставим их как есть, давайте. Теперь воспользуемся эллипсом. Давайте сделаем фигуру. Такую вот яйцеобразную. И эта фигура, она нам пригодится. Мы должны её расположить... Точнее, не её, а вот целую вереницу вот таких вот фигур. Вдоль вот этой вот нашей шляпки. И при всём при этом мы должны каждый объект немножко изменить, чтобы он у нас был уникальным. Ну, хотя бы чуть-чуть. Ну, если не каждый, то хотя бы... Ну, чтобы через раз они у нас были уникальными. Так, вот здесь, например, располагаем, да? Так, подправляем. Так, как-нибудь немножко изгинаем. Ну, и так далее, вот вдоль. Итак, вот я, значит, добавил объектов. Давайте выделим объекты нашей шляпки, кроме самого нижнего. И нажмём задний минус передний. То есть у нас должно получиться вот... Вот такой вот объект должен получиться. Далее. Нижний. Давайте сделаем оттенок серого, скажем так, в 20%, да? Верхний объект. Так, в принципе, можно даже 10% сделать. Так, верхний объект раскрасим также радиальной заливкой, давайте. От чёрного к красному. Так, немножко здесь сместим. Вот так, я думаю. И, в принципе, с шляпкой давайте закончим, давайте сгруппируем. У нас всего два объекта получилось. Доработаем глаз. Добавим здесь ещё одну окружность. С помощью свободной формы можно нарисовать вот такой вот... Так, объект. Немного, конечно, подправим его. Потому что... Так, да? Теперь объединяем... Точнее, не объединяем, а нажимаем задний минус передний. Так, вот он у нас получился. Раскрасим с помощью фонтанной заливки. Так, цвет радиальный от серого к... К серому. От серого к серому. Ну, то есть, равные оттенки тут пусть присутствуют. И так же можно вот этот чёрный объект так же раскрасить. Радиальная заливка. Так, изменил я здесь заливку. От белого к серому. Так, пусть она идёт. Ну и, в принципе, с глазом можно, я думаю, закончить. Можно, в принципе, изменить здесь цвет. Сделать глаз... Зелёным, синим, жёлтым. Может, жёлтым сделать. Это уже на... На ваш вкус. Так, я его решил оставить серыми. Ещё здесь вот поменял немного заливку. Так, вот здесь вот тоже стоит добавить серого. Хорошо, оставим глаз. С ним закончим. Так, в группе. Теперь нам осталось нарисовать щупальца. Щупальца мы нарисуем с помощью режима заготовки. Инструмент художественного оформления. Давайте сделаем потолще. Так, 15, скажем, миллиметров. Рисуем аккуратненько щупальца. Без резких нажимов. Нажимов. Так, так, так. Здесь ещё одно щупальце. Так, теперь каждое щупальце нам, по идее, надо обработать. Разъединяем. Так, вот здесь вот два объекта. Мы их должны разъединить. Один из них — линия. Вот он. Линию мы захватываем и сюда вот выносим, чтобы абресы пересекались, чтобы у нас сработала интеллектуальная заливка. Вот она у нас срабатывает. Так, вот весь, в принципе, цвет потемнее вот такой вот подойдёт. А само щупальце, ну, пусть будет белым. Так, таким, да? Разгруппируем и расположим вот сюда, да? Аналогичную операцию делаем для всех щупалец. Либо мы можем делать копию одного щупальца, но обязательно его немного изменять. Либо мы его увеличим, немножко завернём, да? Угол изменим. Либо мы его вообще перевернём, отразим. Но тогда у нас здесь надо будет заливку поменять. Либо мы обработаем все щупальца. в отдельности. Если мы меняем цвета, то есть, ну, внизу у нас как бы тень должна быть, то есть цвет должен быть более тёмным, то как-то удобнее сделать. Например, сделали мы копию. А отразили, разгруппировали. Ну, для нижнего, естественно, задаём более тёмный, для верхнего светлый. Не надо здесь заново применять интеллектуальную заливку, это будет лишнее. И я пошёл по первому варианту, просто делал копии. Так, вот давайте сгруппируем, уберём на задний план. Ctrl-Page Down. Так, можно разгруппировать. Вот здесь бы ещё одно сделать, щупальца вот сюда. на задний план его потом убрать. Ctrl-Page Down. Так, и можно сделать копию, немного её уменьшить, сдвинуть вниз и тоже Ctrl-Page Down. Так, и вот здесь вот, обратите внимание, маленькая недоработка. Вот здесь вот раковина, она торчит. Она должна быть с щупальцами. Ну, то есть, вернее, она должна быть за щупальцами. То есть, на уровень ниже. Поэтому несколько щупальц нам надо вот так вот ухватить. Ctrl-Page Down. Вытащить их. Вот, но в то же время посмотреть, чтобы они не закрывали раковину. Вот здесь вот. Потому что здесь они уже лишние. Так, вот здесь вот подработаем их. Ctrl-Page Down. Так, и глаз, Ctrl-Page Down также сделаем. шляпка. Ну, то есть, здесь детали, но всё же хотелось бы, чтобы всё было точно. Чтобы таких вот не было недоработок. Так, вот. Всё. Давайте на этом мы закончим. Сгруппируем. Удалим абресы. Но тут у нас щупальца будут сливаться с фоном. И также шляпка. Если фон белый, поэтому фон мы сделаем другой. Ну, мой любимый вариант. Так, зелёный. Ctrl-Page Down. Так, не зелёный. Давайте вот такой оставим. На этом давайте закончим. До встречи.